dead by daylight ну и игрулька надо вам сказать в рубрике как играется или стоит ли играть она прям смотрится как никогда кстати я в эту игру впервые зашел где-то в середине 2017 обосрался и вышел и вот очень изредка поигрывал в нее там пару раз в несколько месяцев но вот последнее время что-то со своим корешем подсел на этот проект и набегал уже в целом 51 час сейчас какой-нибудь чувак с двумя тысячами часов ржет надо мной и говорит слышь черт как ты такой смеешь говорить об игре когда наиграл так мало я положил целую жизнь я король этой игры а ты говно а я ему сразу отвечу во первых сам черт паскуда такая специально для таких как ты я и попросил своего друганчика кирян допову помочь мне в написании сценария к этому ролику а у него наиграно более 1100 часов в эту игру и любой кто скажет что это мало можете сразу звонить в психушку потому что кирилл там уже побывал ибо я не могу представить как можно провести в этой игре столько времени но тем не менее для этого видоса кирян допова мне подсобит в тех или иных нюансах и в общем если вы как и я играли давно и думаете стоит ли она того и как она спустя время играется сегодня то присаживайтесь хотя вы же уже сидите вообще тупая фраза да присаживайтесь тоже видов смотришь значит сидишь или лежишь ну не стой же ты его смотрю ладно черту короче dbd как играется погнали начнем с истории этого проекта что это за игра кем была сделана и когда разработана эта игра была компанией behavior interactive эта студия кстати была основана аж в 1992 году родом они из канадки из городочка квэкбэк эта студия известно также тем что она часто работает так сказать на стороне к примеру они сохраняя свою независимость помогали делать такой проект как fallout shelter да не лучший наверное повод для гордости но тем не менее также вики сообщает о том что они работали с такими издательствами как активижен бефезда electronic arts konami и другими 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 лидерами игровой индустрии помогая делать их проекты естественно так что студия далеко не последний игрок в игровой индустрии но и в лидеры ее записывать естественно глупо где-то в середине болтается со штатом 600 сотрудников на сегодняшний момент и игр в целом за историю компании набежала прилично но выстрелил по сути только один проект dead by daylight вот теперь как раз таки о нем как он появился проект вышел в июне 2016 года а именно 13 числа был запущен лаунч трейлер на их официальном канале о том что завтра или сегодня в зависимости от времени проект вышел или выйдет и вот так вот он выглядел на старте отличие в основном только в худи в каких-то мелких детальках ну и впоследствии бафах и нерфах тех или иных персонажей которые преследовали игру конечно же судя по тем патчем которые я прочел на dbd вики добавлялись только механики с новыми персонажами к примеру в патче 1.5.3 1.6.0 было добавлено метательное оружие вышла эта механика вместе с охотницей одной из самых если не самой знаменитой маньячкой этих летающих топоров думаю все нахватались от нее в главе же кошмара на улице вязов добавилась механика снов но по сути это была способность короче в целом прочитав все патчноуты по пути игры добавлялись персонажи с ними новые механики их способностей также добавлялись выделенные сервера и вот такие вот все вещи слегка допиливающий проект в целом игра что в начале 2016 что сейчас осталось очень похожий на себя основная механика починки осталось такой же абсолютно без изменений ну если не считать новую анимацию этой вот самой починки так что в целом все изменения в dead by daylight можно описать в одну строчку добавлялись новые персонажи с ними были какие-то способности которые вносили новые механики и помимо них также скины и шмотки перки ну и конечно же battle pass и куда же без них современной игровой индустрии еще что можно отметить так это режим кровавой охоты вики сообщает что это особенный режим игры при котором все игроки получают двойное либо тройное количество очков крови за различные активности по результатам матча короче просто давали больше очков в определенное время и назвали вот это вот ивентом также были хэллоуинские ивенты но там в основном раздавали хлопушки и всякую мишуру а механика игры оставалась такой же и вот это один из главных минусов проекта в игре никак толком не менялась механика и в игре по сути один режим это краеугольный камень этой игры но об этом еще поговорим сейчас надо поговорить про другую очень важную особенность этой игры про баланс помнишь тот момент когда ты орал что тот или иной маньяк имба кончена или же тот урод который тебя слепил фонарем за выжившего и ты называл его имбой из этого всего следует то что баланс в игре это наверное самое непонятное почему не минус сейчас объясню важно дальше понимать что я делюсь своими впечатлениями и теми что я услышал от других игроков с которыми играл и каждый раз когда я запускал dbd на стриме одним из первых сообщений что я видел были зачем ты играешь в эту помойку почему ты запустил это дисбалансное дерьмо и так далее и так далее и так далее подготовки этого видео мне стало чертовски интересно почему людей такое отношение к этой игре сам я как нуб скорее очень часто встречался с жутким дисбалансом в игре особенно это ощущается за маньяка если ты не мега прошаренный задрот эти вечные фонари которые слепят тебя в лицо не дадут сделать ничего это я молчу про перки другие вроде тех же часиков которые дают бессмертие на 15 или около того секунд но сталкиваясь с этим я прекрасно понимал что я играю просто против игроков которые значительно лучше меня и тот же кирилл мне говорил что в подавляющем большинстве здесь сильная сторона это люди если ты играешь против стака или просто против пары людей с первым рангом ты практически всегда даже если будешь с ними примерно равным по скилу проиграешь это мне сказал кирилл кстати старички которые смотрят это видео напишите согласно ли вы с этим или все-таки нет если будет желание даже о спорте в комментариях будет интересно почитать но помимо мнения кирилла мне захотелось собрать фидбэк более расширенный и за ним я полез куда правильно в отзывы steam и дабы поглядеть на недостатки которые указывают игроки я открыл отрицательные отзывы и лучше бы я этого не делал там все по классике игра говно не покупайте и так далее и так далее и так далее короче одна желчь и только никакого конструктива так что я открыл положительные и там на удивление говорят более конструктивно о минусах игры чем в отрицательных мне очень понравился отзыв этого парнишки с аниме аватаркой я даже процитирую ибо он прям вот выражает мои мысли на данный момент конкурентов у дбд попросту нет из-за чего собственно игра особо и не развивается баланса в этой игре нет она не про это киберспорта тут ждать не стоит все турниры нормальные что есть по этой игре помимо того что весьма специфичные так и вынуждены внедрять свои собственные правки для обоих сторон чтобы как-либо сбалансировать асимметричную игру есть маньяки которые будут заметно сильнее в правильных руках коих крайне мало здесь и практически не оставлять шансов другой команде есть которые немощны и вовсе зависят от ошибок выживших в случае же с выжившими все намного проще все персонажи одинаковы можно поставить любое умение с одного на другого как следствие просто играть с метовым билдом проблем не составит плане баланса тут лишь два стула вы либо один и в этом случае у вас все весьма рандомная либо вы с тремя друзьями что дает весьма ощутимое преимущество над маньяком шамори друг мой лучше и не скажешь я полностью разделяю точку зрения этого человека баланс в игре полностью отсутствует но с другой стороны я не до конца представляю как его можно вообразить жизнь подобной игре ибо пул героев здесь слишком разнообразен тот же маньяк со старта уже имеет некое преимущество но в правильных руках те же выжившие вполне и очень даже могут это преимущество сводить на нет плюс в игре же есть система ранга но которая практически не работает то бишь я на своем 20 или какой он меня там играл просто против каких-то мутантов которые за пять минут уничтожали половину карты ты чинишь три генератора но толку от этого практически никакого ибо все твои тиммейты уже валяются дохвы особенно если у маньяка это сраная мемента но с другой стороны на карте куча палеток окон и других лазов благодаря которым выживший может спокойно слинять даже я умудрялся бегать по одной по две минуты от маньяка конечно это был не профессионал маньяк но все же и да в этой игре есть кросс платформа я в который раз не устану повторять что кросс платформа это плохо по одной простой причине 90 процентов консольщиков которых я встречал просто играют хуже пк-шников и нет я не пытаюсь кого-то оскорблять или сказать что консоли это плохо каждый должен играть там где ему удобно но оспаривать факт что те же мансы легче делать на пк или быстро менять позицию крайне глупо с этим будет спорить только заядлый фанатик консолей точно так же как и заядлый пекарь будет доказывать что файтингах играть на клавиатуре легче и проблема заключается в том что играя на условно одинаковом ранге люди с консоли и пк будут сильно различаться опять же как правило естественно есть исключение я сейчас говорю именно в общем еще что подметил игра требует огромного знания тех же карт потому что палеток на карте хоть и много кстати их понерфили сейчас минимальное количество 8 штук и в патче 1.7.0 ускорили их поломку с 3 секунд до 2.6 также версии 2.3.0 изменили минимальное расстояние теперь они встречаются каждые 14 16 18 или 20 метров так вот бегая просто по прямой как астово ты практически всегда сдохнешь и тут маньяк будет значительно сильнее тебя так что порог вхождения в игру хоть и довольно простой но если ты собираешься лезть на ранг повыше это все тебе надо будет знать но тут как выразил парнишка сверху хочется все подвести в пункте про баланс под одну мысль у игры просто нету конкурентов плюс издержки жанра в подобных проектах число коих весьма небольшое на память пятница 13 приходит только и которую закрыли по авторским правам и игра по сути то умерла так что баланс это спорная вещь этой игры его и вправду нет но я честно говоря и не могу представить как бы его идеально можно было здесь сделать и парочку слов про донат систему тут очень сложно накопить на маньяка а помимо того что на него сложно накопить в игре часто проходит коллаборации с другими играми как примеру было с кожаным лицом его можно купить только за реальные деньги но справедливости ради стоит он всего 130 рублей но с другой стороны 130 там 130 тут ибо фармить маньяка здесь крайне тяжело и уже набегает немалая сумма с учетом того что игра то не бесплатная без скидок она стоит 700 рублей хотя вот как видите скидки довольно часто проходят так что донат система в игре не самое приятное но и не самое ужасное где-то в середине между отлично и плохо ну и конечно же многие в этой игре жалуются на комьюнити тут честно сказать да играл я как-то маньяком задача которого убить противников как можно больше и в лучшем случае не дать сбежать никому и я занимался тем что поджидал жертв у крюка кто-то скажет кемпер туннеллер но суть то в том как ты не играй за маньяка тебя постоянно как-то обзовут бежишь за целью туннеллер стоишь и ждешь пока спасут и где-то из-за угла ждешь жертву кемпер не дал ползти ворота урод и так далее так далее и тому подобное мне такое ощущение что я играю не за маньяка за какого-то прилежного джентльмена который должен уступать дорогу почему я должен всем этим тупорылым правилам следовать так что комьюнити потом тебя за подобные вещи будет срать честно мне непонятно но в целом температура среди комьюнити здесь средняя по палате среди мультиплеерных игр в меру токсичная но к примеру меня лечили в 90 процентах случаев так что ну такое о лучше поговорим про цифры что по онлайн у пацаны кто играет в эту игру довольно часто ответьте мне почему так долго ищутся катки по вечерам мы иногда ждем по 3-10 минут реально для меня это какая-то загадка особенно при условии того что онлайн то для такого низшего проекта хоррора это низшие проекты как ни крути так вот у игры онлайн то для этого жанра очень даже по вечерам steam chart показывает что у игры онлайн пробивает полтос а это очень значимо и неплохо на самом деле я вот искренне не понимаю какого черта так долго ищутся игры что по вечерам что днем но днем катки находит чуточку быстрее но все равно не моментально в целом в игре присутствует живая человеческая сила онлайн судя по steam chart у нее проседает и сильно не подпрыгивает ну временами там прыгнет до 75 77 в пике и назад к онлайну в районе 45 50 к так что в целом игра для своего жанра более чем жива обо всем и сразу слишком много о чем хочу поговорить в этом пункте выше я говорил про баланс и так как это не лучшая часть игры может показаться что я игру обсираю так что стоит отметить и ее плюсы сверху я говорю про то что у игры нет конкуренции и это в каком-то смысле действительно минус но также это говорит и о самобытности этого проекта хоррор игр и кооперативных где ты можешь поиграть с друзьями а также за маньяка на пальцах одной руки можно посчитать особенно когда только начинаешь играть и убегаешь от этого маньяка у тебя прям само вот это вот чувство что за тобой кто-то под нагнетающую музыку гонится создает крайне положительное и очень страшное впечатление в игре а за маньяка у тебя вообще иногда чердак отрывает из-за того что сам игровой процесс если ты в него погружаешься затягивает безумно Опа, а чё это у нас? Всё, 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 Люка нету, да? А Люка-то нету, а Люка-то всё, Люка нету. Первая же карта. И первая победа во имя тьмы. В целом весь игровой процесс выстроен довольно прикольно, но он слишком однообразен. В игре нет никаких необычных механик, отличных от основной связанной с починкой генератора. Как по мне, это самая большая проблема. Она быстро из-за этого наскучивает. За маньяка ещё ладно, наскучивает значительно дольше, но вот за выживших прям быстро интерес падает чинить эти генераторы. И приходится специально подходить к маньякам, чтобы от них мансить, дабы развеселить себя. Это вот прям проблема. К примеру, эта же компания сделала отдельный проект, который безумно похож на ДБД. Называется Death Garden. Он не то, что не взлетел, он провалился по всем фронтам, буквально. Онлайн у него сейчас ноль человек, чуваки, ноль. Я такой первый раз вижу. А ведь проект действительно был довольно неплохим. К примеру, тоже оружие или ловушки в целом в проекте были плюсы. Но его надо было делать не как отдельную игру, а как-то, естественно, с нюансами интегрировать в основную игру. В ДБД, то бишь. А так, по сути, проект делался впустую. В целом, ДБД же. Эта игра, да, без как таковых аналогов. Но я бы не назвал эту игру на очень большое количество времени. Да, я знаю, что сейчас будут комментарии, что у меня там 2, 3, 4, 5 тысяч. Ну, как говорится, шоу, шоу, шоу. Ну, 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 ты 5 тысяч в ДБД, наверное. Ты понимаешь, что у тебя вообще, ну, ну, ты все, ты все. Ну, больничку надо. Зайти раз месяцок, побегать тройку-другую матчи и опять на перерыв. С друзьями действительно вот прикольно. А если давать ответ на вопрос, стоит ли играть, ну, только если из-за новых маньяков и каких-то изменений. Так или иначе связанных с ними опять же В целом это такая же игра как и в 2016 году Кардинально не поменялось ничего Так что стоит ли играть? Ну если вы бросили из-за того что вам надоела однотипность Наверное нет, ничего не поменялось Но если хочется вернуться побегать, почему нет? И вообще подобные игры не стоит воспринимать то в чем прям вот надо жить В них достаточно зайти раз там в месяцок расслабиться Спасибо за просмотр и не забывайте про поддержку лайком и комментов Вы не представляете как это важно Увидимся, до скорого Субтитры создавал DimaTorzok